Друзья, приветствую вас на канале Хоббит Варгеймер, с вами Хоббит. В этом ролике мы с вами разберем набор для аэрографии с беспроводным компрессором. Сделаем распаковочку, попробуем этим набором покрасить миниатюру и посмотрим, насколько этот комплект подходит для нужд моделистов, варгеймеров, людей из нашего с вами хобби. Набор этот продается на сайте Алиэкспресс по вполне себе вменяемому даму, честно говоря. На самом деле на Алиэкспресс огромное количество таких компрессоров, какие-то отличаются в форме, какие-то отличаются выдаваемой мощностью, но конкретно на мой набор, ссылочка будет в описании, вы можете заказать себе такой же, а можете подыскать что-то похожее на Алиэкспресс. Ну что, погнали? Ну что ж, встречает нас премиального вида коробка. Ну, это сразу коробочку, так сказать, и заказ делает в очень выгодном свете, выставляет. Давайте откроем ее. Вот, пожалуйста, нас здесь встречает сразу инструкция, Airbrush Kit, ну, понятное дело, набор для аэрографии, руководство пользователя. Здесь вот кто-то в костюме, держит аэрограф и все такое. Давайте посмотрим, что у нас в инструкции. Значит, состав, ну, это мы посмотрим дальше. Спецификации продукта. Написано, что Blocking Pressure 20 PSI. Ну, честно говоря, это немножко не то, что заявлено у нас в описании на сайте Алиэкспресс. Там, если я не ошибаюсь, стоит 25, по-моему, PSI. Но мы посмотрим, мы посмотрим. Мы еще будем оценивать данный набор в действии. Quick Start Guide, пожалуйста. Здесь можно увидеть, значит, первое комбо использования такое. Это прикручивание компрессора к шлангу, потом уже насаживание, прикручивание аэрографа. Комбо 2 – это когда у нас компрессор накручивается прямо на сам аэрограф. Растворение краски – это для лака, для акрила и для эмали различные здесь составы. Но это, скажем так, совсем для чайников. На самом деле, все это дело обычно смешивается на глаз, как мне кажется. Вот, именно до определенной консистенции. Но хорошо, что есть такое, в принципе, такая вещь. Дальше тут у нас приводятся примеры использования, значит, чистки. Да, когда нужно чистить пробулькиванием, когда чистить иглой и когда чистить вообще целиком, да, полностью разборы аэрографа и чистка всех его компонентов. Ну, здесь это тут в зависимости от частоты использования, да, то есть пробулькивание каждое, после каждого, значит, использования, или при смене краски, чистка иглы каждые 5 использований аэрографа, чистка уже всего аэрографа полностью – это каждые 10-20 раз после использования. Вот, ну и также рекомендуют чистить аэрограф всякий раз, когда вам не нравится, как он работает. Вот, ну и здесь уже идет у нас, что такое пробулькивание, да, это когда мы зажимаем носик аэрографа и выпускаем воздух, чистка иглы, и, в общем, будьте осторожны, с иглой не повредите. Ну, в общем, такая вот инструкция. Переходим к непосредственно остальной части комплекта. Вот у нас перед нами компрессор. Давайте, наверное, снимем с него пленку. Думаю, что это будет лишним. Мало ли, может быть, пленка что-то закрывает, какие-то отверстия. Так, ну, в пленке вид, конечно, какой-то дешманский, стрёмненький. Без пленки можете оценить. В принципе, приятная поверхность. Судя по всему, какой-то тонкий металл. Сверху и снизу прям чувствуется, знаете, такой тонкий пластик. Так, вход для питания. Это, видимо, вход забора воздуха. И кнопочка включения. Пожалуйста. Ну, на вид очень бойко тогда он начинает работать. Здесь у нас 3, по-моему, 3-4 разъём. Я точно не помню, как он называется. Давайте смотреть дальше. Мы к компрессору ещё перейдём. Здесь у нас сам аэрограф. YFU. YFU. Такая вот штучка. Это у нас, не знаю, воздуховод, как-то это называется. Я сейчас точно не буду говорить. В общем, без этого у нас не накрутить ни шланг, ни сам компрессор. Здесь у нас есть, ну, вроде как, достаточно неплохой в оплётке кабель. Та часть, которая будет накручиваться на аэрограф. И та часть, которая будет прикручиваться к непосредственно компрессору. То есть, вот так вот. Таким вот образом. Давайте дальше смотреть, что есть. Есть подключение к USB. DC 8,4 вольт. Здесь у нас ещё есть бачок для краски. Пучающаяся крышка. И, в принципе, ну, крышечки – это вещь полезная, так как позволяют вам в процессе покрасок, когда вы увлекаетесь, не пролить краску. Теперь давайте поговорим об аэрографе, который идёт в комплекте. Это аэрограф двойного действия. Почему двойного? Потому что у нас рычажок, который отвечает за подачу воздуха и краски, он в двух положениях может перемещаться. Это вниз. Нажимая его вниз, вы открываете поток воздуха и, отклоняя его назад, или в данном случае в правую сторону, у нас открывается сопло, отверстие сопла. Потому что иголка, которая его блокирует, она отходит назад и освобождает место для прохождения воздуха в перемешку с краской. Собственно, этим и отличаются у нас аэрографы двойного действия от аэрографов одинарного действия. Одинарное действие – это воздух идёт сразу, мы только лишь отклоняем рычажок, чтобы пустить краску. Итак, мы закрепляем аэрограф, нажимаем «включение компрессора», и у нас сразу он останавливается, так как воздуху из него выходить некуда, и поэтому у нас автоматически срабатывает отключение. Теперь мы нажимаем рычажок, и у нас пошёл воздух. Чтобы пошла краска, нужно, конечно же, налить краску и отклонить назад рычажок. Рычажок у нас здесь заблокирован чуть-чуть, не полностью отходит назад. Для того, чтобы он отходил назад больше и выходило больше краски, нам нужно здесь вот покрутить такую вот штучку справа, и вот, видите, теперь у нас рычажок отходит полностью назад. Ну, это нужно для того, чтобы можно было контролировать поток краски. Может быть, вам не нужно, да, чтобы у вас внезначай палец соскочил куда-то, допустим, дёрнулся, и у вас больше краски вышло и испортило вам работу, к примеру. Вот, то есть, ну, я обычно работаю с максимальной степенью свободы. Более того, я хочу сказать, что у моего аэрографа Harder Steinbeck нет такой вообще функции блокирования, что мне очень нравится. Вот, но это не единственный мой аэрограф, у меня есть также другой Harder Steinbeck, у которого есть вот такая вот штучка, похожая сзади. Теперь хочется рассказать немного об устройстве аэрографа. Так будет, наверное, проще идти дальше. Итак, вот эта вот часть, это называется воздушный клапан, через него воздух проходит в аэрограф. Это у нас триггер, да, или курок. Здесь мы сейчас снимем колпачок, вот этот вот, в нём будет гайка, которая у нас фиксирует иглу непосредственно, да, то есть, если мы её не ослабим, мы иглу вытащить не сможем. Итак, мы открутили гайку, мы достаем иглу из аэрографа, сразу её отложим, чтобы она незначай её не повредит при разборке. Здесь у нас есть толкатель иглы, да, вот он её толкает, судя по всему. Дальше мы можем открутить вот эту вот часть, крутим её против часовой стрелки, и она должна у нас выкрутиться. Таким образом, у нас должна освободиться, вот, пожалуйста, у нас должна освободиться собачка, и мы сможем вытащить собачку. Вот такая вот у нас получается, ой, пардон, это триггер, а собачка у нас, вот эта вот, судя по всему, штучка называется внутри. Итак, кстати, как её вытащить, я не очень понимаю, но окей, она кажется неразборной, по крайней мере, на первый взгляд. Хорошо, мы её здесь оставим, не будем трогать. Бачок откручивается, да, и самое интересное, на самом деле, та часть аэрографа, которая будет разбираться вами чаще всего. Здесь у нас есть колпачок, вот этот вот с краю, а вообще вся вот эта вот деталь, это называется воздушное сопло. Колпачок иглы мы с вами откручиваем, в принципе, можно работать без него, чтобы можно было видеть иглу непосредственно, откуда будет поступать краска, да, из этого отверстия, из отверстия сопла, и кому-то работать удобнее, так как он, у него будет больше контроля, скажем так. Продолжаем разбирать воздушное сопло, откручиваем вот этот вот, ещё один кожух, и мы с вами видим уже непосредственно сопло, или предметное сопло, так называемое. Оно очень маленькое, и оно накручивается. Дело в том, что оно должно откручиваться, в принципе, специальным ключом, но производитель его не положил в комплект, и у меня такого ключа, к сожалению, тоже нет. Как бы то ни было, давайте попробуем открутить это сопло. Я его просто ногтями вот так вот зажму с боков и чуть-чуть покручу. Ну, на самом деле, это такой очень, наверное, опасный трюк, потому что сопло всё-таки достаточно бюджетного аэрографа. Я вам здесь, наверное, смогу показать, насколько здесь маленькая миниатюрная такая резьба. И вот, собственно, у нас здесь воздуховод некий, да. И дальше этой точки разобрать аэрограф уже невозможно, ну, данный аэрограф. Может быть, вот это вот ещё можно как-то вытащить, да. Может, оно уже покрутить или ещё что-то, не знаю. Но, в принципе, для очистки аэрографа вам этого более-менее достаточно будет, потому что вы можете ватной палочкой залезть сюда, вы можете спереди здесь тоже почистить ёршиком, ну, и также при помощи ёршика проникнуть дальше по аэрографу вот досюда, да, до того места, где у вас курок. Давайте теперь я соберу аэрограф, и мы с вами попробуем погонять через него краску и посмотрим на наш компрессор в действии. Итак, мы переместились в зону для аэрографии. У меня есть миниатюры Death Guard, на которых мы будем тренироваться, пока я отставлю их в сторону. Аэрограф я взял из набора, компрессор я взял из набора. Он сейчас включен, накручен на аэрограф, и у нас, в принципе, всё работает. Вот, будем сейчас проверять, что мы будем дальше делать. Вот, мы будем миниатюры грунтовать, мы будем миниатюры делать за металл-хайлайтинг, так называемый, вот, сверху по грунту ещё более светлой краской, белой в данном случае. Но перед тем, как мы начнём, друзья, пожалуйста, поставьте лайк этому ролику, если вам он понравился, ну и также, если вы ещё не подписаны на канал, пожалуйста, подпишитесь, будем рады видеть вас среди наших подписчиков. Ну, а теперь продолжаем. Для создания смеси под грунтовку я беру стаканчик, я беру кисточку, которую буду размешивать, я беру непосредственно сам грунт, чёрный у меня закончился, но у меня остался тёмно-серый Surface Primer от Vallejo, или Vallejo, и также Airbrush Tinner, разбавитель для аэрографических красок и для обычных красок, чтобы создать аэрографические. Итак, наливаю немножко, да, взболтовую бутылку, наливаю небольшое количество сюда в стаканчик, сперва налил краску, теперь наливаю, ну, примерно 50%, я наливаю Airbrush Tinner, я всё это дело перемешиваю, получается у нас консистенция примерно как молоко ориентировочно, вот, то есть она должна так скатываться уверенно со стенок стакана, и теперь я готовлюсь переливать её, наливаем красочку, и давайте сперва посмотрим, как она у нас будет, так, ну, пока, пока нормально. Давайте посмотрим быстренько, насколько наш аэрограф справился с задачей грунтовки миниатюры, в принципе, грунт лёг достаточно ровно, детали у нас нормально выглядят, то есть, в принципе, достаточно тонкий слой, как я могу судить, в принципе, я удовлетворён таким результатом, и мы можем идти дальше и попробовать сделать, например, зенитальное высветление. Забыл сказать, что между шагами я пробулькиваю аэрограф. Как это делается? Очень просто. Мы берём клинер, специальную жидкость, тоже от Vajjo, или от другого производителя, но это должен быть клинер для аэрографа. Заливаем сюда немножко, и закрываем так вот сопло, и нажимаем, пускаем воздух по чуть-чуть. И у нас получается с вами вот такой вот буль-буль-буль-буль-буль. Воздух у нас вот этими пузырями выгоняет краску оттуда из сопла. Мы выливаем. То, что у нас получилось, снова наливаем. Повторяем эти шаги, пока у нас не получится там на выходе уже прозрачная, да, без краски, жидкость. Вот так вот. Иногда краска может оттуда прям вылетать каплями, поэтому советую в чём-то таком сидеть, типа в фартуке, ну, либо в одежде, которую не жалко. И мы это делаем до тех пор, пока у нас не пойдёт всё чистенькое оттуда, не будет чистый бачок. Бачок мы ещё дополнительно вот так вот салфеткой протираем, да, видите, бачок у нас прям сияет. Вот, можно добавить клинера ещё и прогнать остатки уже в специальную вот такую вот штуку, с которой у нас краска не будет никуда попадать. Это специальная такая банка для очистки аэрографа. Ну вот, собственно, у нас сейчас должен быть аэрограф подготовлен к заливу следующей краски. Ну что ж, давайте посмотрим, как справились мы с шагом зенитального высветления. Начнём с инка. Инк пебео. Белый. Ну, акриловая чернила. Это, собственно, так переводится инк. Здесь у нас, что можно сказать? Видит всё относительно неплохо, однако, видите, есть такое вот зерно. В случае с миниатюрами такими брутальными, типа Death Guard, это, конечно, будет только в тему, но если вы хотите что-то более аккуратное, стоит посмотреть какой-то другой, возможно, инк. Далее красочка Эйр от Citadel. White Scar. Скажу сразу, плохие достаточно краски у Citadel. Белые. Здесь тоже зерно. Я сильно достаточно разводил эту краску. Ну, как сказать, нормально разводил, да? То есть пришлось разводить. Она, конечно, не сразу из баночки. Ей можно пользоваться. Ну, в целом, кого-то такой результат может и удовлетворить. Мне, честно говоря, не очень нравится, потому что, опять же, есть вот эта вот зернистость из-за крупного пигмента, насколько я понимаю. Ну, и давайте посмотрим последнее, что у меня было из белых цветов. Citadel Color Contrast. Apotheca Revite. Это не совсем белая краска. Эта краска светло-серая, однако, посмотрите, как отлично носятся контрасты при помощи данного аэрографа, да и в целом при помощи аэрографов. Как видите, зерно практически не видно, однако миниатюра, в принципе, имеет хайлайт, да, то есть можно абсолютно точно отделить темные участки от светлых. Да, может быть, не хватает где-то света, но, в принципе, опять же, для миниатюр Death Guard, которые, в принципе, такие гримдарковые, оно, в принципе, то особо и не нужно. Вот, поэтому, в принципе, для тех, кто только начинает данную технику осваивать, красочка-контраст будет хорошим подспорьем, по крайней мере, мне очень понравилось. Здесь тонкий помол у пигмента, это абсолютно точно, и мне в целом очень нравится, как различные красочные контрасты показывают себя, когда их пропускаешь через аэрограф. Ну, и давайте посмотрим на результат нанесения красочки от Vallejo или Vallejo The Shifters Dark Green Teens 77018. Такая вот у нас красочка из набора таких красок, они поодиночке вроде не продаются. Вот, смотрим, как у нас краска нанеслась. Очень интересный эффект. Из коричневого идет перелив в такой вот, как у мухи, да, какой-то, то есть такой зеленый. И Десгарду подходит. То есть после того, как мы нанесем здесь, ну, покрасим детали различные, да, там, кожу выделим, сделаем ободки здесь наплечников и брони там каким-то другим цветом, я думаю, что вот этот вот цвет, он заиграет по-новому. Могу сказать, что аэрограф и с этой задачей справился, то есть мы нанесли базовый цвет, а это вполне себе очень, ну, один из основных этапов покраса аэрографом. Ну что ж, друзья, мне кажется, мы достаточно подробно и, может быть, даже избыточно посмотрели и разобрали данный набор. Покупать или нет, нужен он или не нужен, решать, конечно же, вам. Основной минус, конечно же, в том, что производитель, по сути, нас обманул, набрал нам о том, что у компрессора выходное давление воздуха 32 PSI, это не соответствует действительности, на самом деле там порядка 18-20, что, в принципе, ну, является общей характеристикой, общим параметром для всех подобных портативных компрессоров, которые имеются на рынке. Поэтому, ну, я, по крайней мере, рад, что и 18 PSI хватает для того, чтобы загрунтовать миниатюру, базовый слой нанести, сделать высветление. В принципе, вполне себе нормальная штука получается. Лично я планирую данный набор брать с собой в поездки, в те места, в которых я не могу взять с собой. обычный компрессор, хоть он у меня, в принципе, достаточно портативный, однако эта вещь гораздо-гораздо легче, гораздо-гораздо удобнее в переноске, в хранении и, в целом, выполняет необходимый функционал для каких-то полевых работ, аэрографии, может быть, даже на каких-то мастер-классах или еще как-то. В общем, замечательная штука. Я буду пользоваться обязательно. Ну, а на этой ноте я с вами на сегодня прощаюсь. И вы еще не красите свои миннички? Тогда мы идем к вам.